Испокон веков, еще до того, как были изобретены холодильники на электричестве, наши деды знали о бесплатном способе сохранения продуктов на несколько месяцев. Что это за способ такой, старый способ сохранения продуктов? Это погреб. В отличие от подпола или подвала, где температура выше 10, например, плюс 15 градусов, в погребе температура от 0 до плюс 5. Зимой ближе к 0, летом ближе к 5. Данная температура идеальна для того, чтобы хранить многие продукты. Как вот этот дедовский холодильник без электричества усовершенствовать? Сделать морозилку. Отсек в нем сделать, где будет морозилка. Если снег смешать с солью в определенных пропорциях, то он охлаждает. То есть температура снега с нуля, обычная температура снега, опустится до минус 20 даже. Представьте, минус 10, минус 20 даже, даже минус 20 с чем-то может быть. Представьте, да, вот как можно охладить. А обычные вещества просто снег, да, и просто соль. Что есть у каждого. И эксперимент, то есть в данном случае такой. В обычный погреб надо положить вот этот вот какой-нибудь ящик. Идеальным вариантом будет, например, старый холодильник. В этот старый холодильник или какой-то ящик засыпать снег с солью. И это и будет наша морозильная камера. Но у меня нет такой возможности сделать погреб, потому что кто смотрит мои видео, знает, что я живу на болоте. Получается, что из-за болота я не могу сделать погреб, чтобы провести данный эксперимент. Но я создам подобные условия. Сейчас на улице плюс 5 градусов. То есть такая же температура, как в погребе. И будет, вот вся неделя вот будет такая температура. От нуля до плюс 8. То есть хороший вариант для того, чтобы вот такой вот эксперимент провести. Ну вот если посмотреть, температура даже плюс 7 сейчас. Плюс 7. Такая температура плюсовая. Так. Вот, в общем, у меня тут холодильник. Но этот холодильник, сейчас покажу. У него тут ничего нету. То есть он... Вот. Пустой. Сломанный. Видите, ни мотора нету, ничего. Все обрезано, трубки обрезаны, как бы. Провод. То есть, ну и ничего нету тут вот. То есть, не рабочий. Я его буду использовать чисто, как, можно сказать, тумбочку. А куда я буду складывать снег. Я его перевернул. Вот так вот. Переверну. Дальше сделаю. Вот так вот, наверное. Чтоб видно было. Это я убил. Он как бы нам не нужно будет. Так, стеклые. И сюда вот закидаю снег. Вот так вот сделаю. В общем, такой вот эксперимент будет. В этот снег, который я размешаю солью, я положу воду, вино. Так как температура плюс 7, да, то, естественно, при этой температуре даже вода не застынет. Но, если все получится, то снег с солью опустит температуру в этом, в этом сломанном холодильнике, да. До минусовой температуры. Ну, вот как раз и проверим, какая бы температура. Можно сказать, поехали. Буду таскать сейчас снег. Пропорции такие. Вообще пропорции пишут на 100 грамм снега 30 грамм соли. Ну, я увеличу это, естественно, да. Увеличу в 100 раз. Это получается на 10 килограмм снега 3 килограмма соли. Килограммы соли легко проверить, да. Они пачки по килограмм поддаются. Пакеты, да, килограмм. То есть это легко. А вот в отношении снега сложнее. Но так как я регулярно зимой топлю снег, а литр и килограмм воды один и тот же объем, да. Ой, один и тот же, получается. То получается, что чтобы сделать из снега 10 литров воды, обычно понадобится 4 ведра снега. Ну, плюс-минус ведро. Снег разный бывает, да. Где-то свежий снег больше надо, да. Сейчас будет таять все сильнее и сильнее. Снег тяжелее будет становиться, поменьше надо будет. Ну, вот такой пропорции примерно. 4 ведра, да. 4 ведра 40 литров, 40 литров снега. Для того, чтобы получилось 10 килограммов снега, да. Ну и 3 килограмма соли. Сейчас температура где-то плюс 8, около плюс 8, плюс 7,5, да. Около плюс 8. Вот. Я теперь хочу... Вот здесь вот, сейчас вот в этом отсеке, вот здесь. Я оставил просто обычный снег. Без соли. То есть я сейчас просто опущу сюда градусник, куда какое-то время полежит. Снег. То есть здесь должна температура быть 0. Ну, сейчас посмотрим, сколько будет. Плюс 1, да. Получается, плюс 1 показал градусник. Теперь я вот в этот наш снег положу сюда градусник. Так, так же воду. Да, просто обычную воду. Обычная холодная вода при комнатной температуре, которая... Тоже укутываю ее. Так, и... Вино. Ай, руки замерзают. Ничего себе, надо было перчатки надеть. Ай, не могу. Сейчас перчатки едины. Вообще невозможно. Тоже закутываю. А, ну, на всякий случай. Тут паштет есть. Вот. Видно, да, вот он мягенький. Паштет. Вот он мягкий. Тоже тоже. Я просто сейчас проверю, сколько градусов, да, и оставлю. Посмотрим, как она застынет. То есть прошло всего 2 минуты. Так. Ух ты. Минус 11. То есть уже через, буквально сразу же, да, уже температура показала минус 11 градусов. То есть морозилка. Вот у меня морозилка, я проверял. Тоже, представьте, минус 10 градусов в морозилке. Пусть дальше не морозится. Прошел ровно час. Вначале посмотрим температуру. Так. Минус 17 градусов. Че, Барсик? Два часа прошло? Да, прошло два часа. Пора проверить. Так. Начнем. Паштет. О, полностью замерз. Я даже продавить не могу. Слышно? Это паштет. Твердый стал. Полностью твердый. До конца промерз. Так. Бутылочка с водой. Это вот она так. Но там внутри еще есть вода. Хотя по краям заморозилась. Видно, да? Вода есть, но здесь везде лед. Вокруг. Вот лед сверху. Постоит еще несколько часов и полностью промерзнет до конца. Это я уверен в этом. То есть вот, за два часа смотрите уже, как промерзла. Вот, если я даже ее сжать не могу. Вот, попробую. Слышно? Так, лед. Хочу попробовать ее сжать. Не получается. Ну, замерзла. Мощно замерзла. Причем, у меня не получается бутылку даже сжать. Хорошая корка льда. Так, ну и осталась у нас бутылочка вино, да? Так, сейчас вино произошло. Оно замерзло. Быстро. Но, ну, почти полностью замерзла. Видите, совсем немного вина осталось. Вот оно. Совсем чуть-чуть. Остальное замерзло. Так что, вот, за два часа да, как получилось замерзло. А что говорить, если оставить это на несколько часов? Так что, смотрите, изобретение века. Представьте, в наш век, когда за все надо платить, есть способы, да, сделать такую вот морозильную, камеру. Причем, не надо платить за свет. сделать ее очень легко. Соль стоит копейки, а снег вообще бесплатно. То есть, получается, что это, ну, очень удобный способ, да? Можно сохранить мясо, да, можно сохранить еще что-то, замороженные фрукты, да? Там, в основном, ягоды, да, замораживают мясо, ягоды. То есть, все это можно летом, да, заморозить, вот в таком холодильнике. Так что, я думаю, многим данный способ будет полезен. Поделитесь со своими друзьями, они вам, я думаю, будут очень благодарны. в соцсети, мессенджеры, вот, вам будут все благодарны за этот способ. Ну, и, также посмотрите другие видео с моего канала. На самом деле, я много разных видео снял. Может быть, какое-то видео вам тоже пригодится, будет полезно. Так что, всего вам хорошего. Ну, и, до скорых встреч. Продолжение следует...